Всем привет! Хочу сегодня вам показать свой инктобер запоздалый. Мало того, что я сделала его не до конца, так выкладываю еще и в ноябре. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Делала я его вот в таком скетчбуке. Не знаю, мне не очень нравится качество листов. Оно плотное, все хорошо, но стирается быстро. Карандашные рисунки плохо сохраняются. Этим уже много лет наброскам. Но, как-то, видимо, я их просто не закрепляла лаком для волос. Поэтому они немножко стерлись с годами. Ну, ничего. В принципе, пыталась тут что-то гуаши пописать тоже. Нормально. Пойдет. Но я все еще в поисках. И мне кажется, что вот этот от Art Creation себя поведет чуточку лучше. Мне его подарили, я его еще не пробовала. Ну, посмотрим. Если что, когда-нибудь сниму обзор и на этот скетчбук. Так вот, вернемся к нашему Инктобру 2020. Очень хотела я его начать и закончить. Все как положено. 31 или 30 дней. Не помню, сколько там было. Но не судьба, не судьба. Но все же я быстро пролистаю их. Для меня опыт иллюстрации был довольно новым. Потому что раньше я делала только digital иллюстрации. И в этом году решила попробовать технику. Такую Инк. Начинала я работу с карандашного эскиза. Особо не заморачиваясь над образом, так как времени было в обрез. Но честно сказать, как раз таки этому и стоило уделить больше внимания, на мой взгляд. Но первостепенная задача заключалась в том, чтобы сделать упор на задумку. Организовать сюжет по пятнам, чтобы показать главную идею и главные действующие лица. Затем лайнером прорабатывала контуры и стерла все лишнее. Расставляла цветовые и тоновые акценты. В данном случае задний план прикрыла фиолетовым, а фигуры вытащила на передний за счет тона. Тем самым отделив фигуры от стены. Над каждым заданным словом я долго не думала. И зачастую идея приходила сама по себе ассоциативно. Маркеры. Ну, мне понравилось. Мне понравилось, потому что было над чем подумать, как закомпоновать все это. Во-первых, над образом было интересно думать. Потому что... Ну, потому что я потом смотрела. Для разных людей, по-разному, конечно, возникают образы в голове. Кто-то чего-то боится больше, кто-то меньше. Вот это, например, было, по-моему, про страх что-то. Вот, я не люблю пауков. Вот это прикольные такие у меня были воспоминания, прикольные. Или как-то оно называлось... Как-то оно называлось, типа мечты или что-то там духи. Вот этот такой. Я его, на самом деле, начинала на пол листа. Потом подумала, что так будет слишком некрасиво. И решила его продолжить. Люблю такие закрутоны. Логические. Логичные. Ну, не знаю, посмотрим. И вот это моя самая любимая, кстати. Я была на самом подъеме, когда ее рисовала. Это как раз моя любимая тема. И все. И дальше тут у меня наброски. Я каждый из эскизов продумывала заблаговременно. На бумаге, смотря как по пластике это все завернуть. Ой, солнышко. Как завернуть это все пластично, чтобы было интересно, чтобы не было скучно. И каждый эскиз был продуман. Ну, я вам скажу, по итогу я бы сделала чуть более проработанные фигуры. Потому что у меня с этим, как оказалось, проблема. Давно я не делала нормальных набросков, зарисовок фигур. Поэтому испытала некоторые трудности, и фигуры в итоге вышли немножко мультяшные. Хотя я задумала, их можно более реальными сделать в какой-то степени. Как здесь, например, вообще ужасный получился, на мой взгляд. Девчонки тоже такие довольно топорные. Ну, в общем, я сделала для себя вывод, что лучше делать предварительно разные зарисовки, конкретные позы, может быть, чтобы попросить кого-то вам попозировать, или же найти в интернете конкретно эти позы. Над лицами тоже проработать. Поработать, стоило бы поработать. В общем, в принципе, я сделала для себя какие-то выводы. Я придержалась до 13 дня, кажется. Да, до 13 дня. Ну, потом уехала. Набор инструментов у меня довольно скудный. Не скажу, что я использовала много чего. У меня был механический карандашик, маркеры двух фирм, чуть-чуть подороже, чуть подешевле. Я так понимаю, серия это аналог, черная это оригинал или не оригинал, без понятия. У них две насадки. Одна вот такая, вот такая, плоская, и другая круглая. Конечно, в этих, у этого производителя намного более приятные насадки. Они мягче, особенно круглая. Она такая, как кисточка гнется. В общем, очень приятно. А в сереньких, она как обычный фломик детский. Вот такую белую ручку использовала. Тоже классно. Там какие-то заветочки доделала. И я решила все сделать в одном колорите, черный с фиолетовым. И вот я купила такой карандаш фирмы Monde Luz, если я правильно произношу. И вот фиолетовый такой маркер. Вот. Еще лайнеры были. И что это за? Centropen. Они грин 25 стоят, недорогие. Вот 0.1, 0.3 и 0.5. Еще был 0.7. Вот он. Быстрые у меня закончились. И вот такой вот сакуры браш. Обожаю эти браши, если честно. Просто классика. Я ими делаю наброски. Может быть, прикреплю их. Да, я прикреплю наброски после. Вот этим делаю очень советую, кто любит набрасывать. Если у меня еще вот такие, нужно два лайнера. Тоже очень прикольные. Похожи на вот эти синенькие. Фирма Марго. 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 А, Марго. Боже, Марго. Марго. И браш-пен Эколайн. Тоже очень приятный. Как кисточка. Мягкий-мягкий. Вот такие делаю, ребята. Вот это мой инктобер. Так вот он у меня получился в этом году. На этом все. Спасибо за внимание. Продолжение следует.